В смысле? Вот. Не, ну это другая половинка. У меня нет половинки, вот. Свободно, отлично. Все-таки, в одной. Ну какие вы впечатления? Эмоции нереальные, спасибо большое. Ну, ребят, что испытываете вот сейчас? Как держите варил? Какие у вас первые эмоции, первые мысли? У меня пересохло во рту, я вообще не ожидала никак, если честно, потому что там был и Артика Асти с грустный дэнс, там был и Кадиллак, у Алишера вместе с ЛЖМ. И все реально номинанты, они все очень-очень достойные. И поэтому я, честно говоря, даже немножко не рассчитывала, что... Ну, то есть, получается, за два года. Да, за последние два года. Правильно? Лучшая коллаборация. И это просто очень невероятно приятно. Я давно хотела эту награду, и не просто хотела, для меня это была прям мечта и цель. Вот. И я безумно счастлив сейчас держать ее здесь в руках. Пока ничего не понимаю, что произошло. Я, наверное, рад больше за Клаву, правда, что вот она радуется, и мне приятно. Блин, то есть, у меня, ну, какое-то особое, видимо, отношение ко всему. Я говорю, вот, приятно за Клаву, что она стоит счастливая, и приятно за песню «Краш», потому что эта песня, ну, реально столько раз номинировалась, и, наконец-то, ее как-то оценили. Потому что по цифрам это действительно самый топ, ну, то есть, как бы, там скрывать нечего. Ну, то есть, посмотрите цифры в интернете, все станет понятно. Ну, типа, ну, типа, а как жизнь покажет, захотим и сделаем. То есть, блин, всякое может быть. Пока нет. Пока нет? Нет. Что, от Краша до релиза, типа, как бы, от мысли сделать совместно до релиза было, там, несколько дней, можно сказать. Да, несколько дней. У нас был реально сложный номер, потому что у нас крутилась эта штучка, и было не так много времени подготовиться. Не знаю, я кайфанал, мне очень понравилось, что это было что-то такое новое, очень яркое, собственно, как и наша песня, и как и наша коллаборация, в общем, в принципе. Вот, поэтому мне очень понравилось выступать, и классно принимали. Я вообще ничего не понял, если честно. Мы вышли, что-то, я в поле, когда я прохрипел, о том, все, вы уже ушли, я такой, типа, думал. Эта песня в этот раз пронеслась максимально быстро, потому что были моменты, нужно было оббегать эту сцену из комнаты в комнату. Ты, вроде, спел кусок, он уже закончился. Снова бежишь, снова кусок, и песня уже закончилась. Да, очень быстро прошла. Было очень как-то все быстро, я ничего не понял. И как-то сегодня такой контакт, не было особого контакта со зрителем, потому что как-то тоже далеко все сидели. И коллеги наши там, и все артисты все сидели далеко. И что-то ему в этих комнатах, я и Клава-то не видел, без номер, получается, только в конце я увидел. То есть, ты один что-то там попрыгал, и все. Но прикольно. Да, все было. Я переживала, у меня до сих пор сухо во рту. Да ему вообще пофиг, он просто отморожен. У него снежинка на шее, и у него в сердце лед. Я камень просто. У вас еще дальше номинации? Вы еще волнуетесь или уже как-то... Уже попроще, что уже есть одна. Уже можно расслабиться. Уже можно, да. Можно уезжать. Можно уезжать. Можно уезжать. Можно уезжать. Моя первая отолета в жизни, да. А сегодня доминируем наш на тренинг. Да. Ну что сказать, планируешь сегодня еще забрать? Я хочу забрать еще, конечно. Какая номинация? Какая номинация, как я видел? Ты голосовал за Маму? Я... Он за себя голосовал. Он за себя не голосовал. Я голосовал три раза. Там же по всем сразу же. И как-то три раза зашел. И там, где как бы был я, соответственно, я проголосовал за меня. Ну, за исключением некоторых номинаций. Потому что там были, где я объективно понимаю, что есть кто сильнее. Я голосовал за них. За Джонни, например, где-то голосовал. За лучший артист или как там певец. Соответственно, и периодично где-то голосовал. Я голосовал за Клаву, где-то за Юлию Зиверт. Потому что это вот мои два хороших друга, артиста, за которых как бы, ну, я готов потопить. Ну и, собственно, вот я так и так, так, вот везде. Уже тарелка, да? Уже есть достижения. Скажите, планируете отдохнуть этим летом? Ну, хотя бы немножко. Спроси, когда можно отдохнуть. Я вообще не знаю. Мы сегодня не спали всю ночь. Мы приехали из Питера. И я вообще потом ехала еще на примерку. И сегодня ночью даже улетаю сразу в Минск. И нет времени даже как-то это дело поесть, обмыть. Собственно, я думаю, сейчас почти у всех действительно нет времени отдыхать. И вот это дело праздновать. Но у нас сегодня будет. Представляешь? Что сегодня? Мы с пацанами в КС-ку пойдем играть. И будем праздновать вот эту тарелку. Ну, Клав, ну хотя бы я-то должен немножко это дело. Ну да, за нас двоих. Это дело как-то. Я в самолет сяду, бизнес-зальчик, ну, может быть, чай попью. Ну, в Санкт-Петербурге? Нет, в Минск. А, в Минск. В чем по вашему секрету успешного культуры в Китай и коллаборации? Вот какие есть везущие? Мне кажется, вот конкретно наша история, это то, что наша песня «Краш» – это как будто бы любимка переспала, спокинула чат. И получился «Краш». Здесь нет никаких подтекстов, как бы. Да, да, да. Здесь именно с точки зрения музыки. То есть песни, вот как будто если их слить в одно, получится «Краш». И плюс, еще песня очень летняя, позитивная, и мы с Данька как бы несем позитив и добро в этот мир. Мне кажется, это просто все читается, и все было сделано на максимальном расслабоне. То есть мы даже клип снимали просто на обычную мыльницу с нашими друзьями. И это было просто как шашлычки. То есть это была не запланированная серьезная съемка. Это был дешевый клип на обычную мыльницу. Вот, это получилось так. Макдональдс мы ели, да, там что-то еще? Мне кажется, самое главное в этой песне, особенность, это получается, что, особенно в том году, когда все началось, мне кажется, людям не хватало, наверное, такой музыки, какой-то очень легкой, очень быстрой, очень такой дурной, позитивной, чтобы, ну, можно было в любое время суток включить, даже с утра, и взбодриться, там, и, как бы, я еще знаю нашу аудиторию, причем и взрослые готовы просто разносить вот эту песню, и дети. То есть это песня, которая доступна каждому вообще, в любом возрасту, и это просто дурной трек, который, как бы, ну, заслужил свое, я этому рад. И особенно рад за Клаву, что она... Есть у меня еще один интересный вопрос. Скажите, как вас поддерживали друзья, знакомые, близкие, когда узнали, что вы номинированы? У меня все голосовали. Сегодня даже в самолете ночью, я всю команду заставила за себя еще раз проголосовать. Вот, ну, конечно, семья приехали поддерживать, вот, все сегодня в зале. И так получилось, что, когда узнала о том, что я номинирована, я вообще случайно попала на это мероприятие, потому что я летела тогда тоже с самолета и кое-как успела. Короче, меня все поддерживают, и особенно приятно от поклонников, от друзей, от преподавателей первого. Ну, я пока не знаю, надо пообщаться, но думаю, да. Да гордятся, конечно, родители всегда там с ума сходят. Они больше всех переживают, говорят, так, что там, на премию не получил, не расстраивайся. Ты говоришь, мам, да мне вообще пофиг, типа, если что. А она такая, ну как, это же премия. И ты пытаешься донести, что это, наверное, важно больше для нее, но для нас нет, как бы. Ну, я знаю, что мальчик по-другому обожает свою поддержку. Как тебя, твои друзья, братаны, поддержки, какими словами, действиями? Да мы еще ничего не делаем. Мы и сами не голосуем, и, типа, такого, и никого не топим. Можно спросить, что это не трое дискусс?